Единственным, настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. На этой неделе Путин, ордер на арест которого, как я сказал, выдал Международный уголовный суд, будет в Москве принимать главу Китая Си Цзиньпина. Си Цзиньпин приедет в Москву сегодня, это его первый визит в Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Как сообщили в Кремле, глава Китая пробудет в России три дня, и в ходе встречи Путин и Си должны обсудить вопросы развития и углубления партнерства России и Китая, пишет Кремль. А вот, как заявила китайская страна, визит Си в Россию направлен на установление мира. Представитель китайского МИДа Ван Венгин, говоря о войне в Украине, заявил, что Китай поддерживает мирные переговоры и собирается играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. В преддверии визита Си и Путин обвинялись статьями. Путин написал статью для китайской газеты «Жэньминь-Жибао», «Асси» для российских ряновостей и российской газеты. Статья Путина называется «Россия и Китай. Партнерство, устремленное в будущее». Путин пишет, что связывает с предстоящими переговорами большие ожидания, называет грядущую встречу возможностью увидеться с добрым старым другом, а настоящий друг – как родным брат. Путин также утверждает, что Москва и Пекин последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства. И говоря о войне в Украине, Путин пишет, что приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. В войне в Украине Путин в очередной раз обвиняет Запад и его же обвиняет в попытках давить на Китай. В свою очередь, Си Цзиньпин в своей статье «Войну России против Украины» называет «Украинским кризисом». И, по словам китайского лидера, Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по поводу конфликта, а также прилагает активные усилия к мирным переговорам. Однако сложные проблемы не имеют простых решений. Говоря о войне, Си также напоминает о необходимости соблюдать цели и принципы устава ООН, уважать озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать мирное урегулирование и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. И Си Цзиньпин выразил убежденность, что, цитата, «оррациональный выход из украинского кризиса найдется». Ну и напомнил о китайском плане, мирном из 12 пунктов, в которых был опубликован в годовщину российского вторжения в Украину. Сейчас к нашему эфиру присоединяется китаист Алексей Чагадаев. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что Китай не является страной, которая признает ревизикцию Международного уголовного суда, но все же есть факт, что суд в пятницу за три дня до встречи Путина и Си выдал ордер на арест Путина. Можно ли представить, что это как-то расклады изменило перед этой встречей? То есть теперь Путина встречается не просто с президентом страны, напавшей на соседнюю страну, а он встречается с человеком, которого вообще в мире уже фактически официально называют преступником. Ну, здесь, наверное, красота в глазах смотрящего. Мы не знаем случая, чтобы Китай резко вдруг прекратил общение с каким-либо авторитарным режимом. Потому что для Китая любой авторитарный режим, любой лидер во главе этого авторитарного режима – это лучший друг, экономический партнер и политический товарищ. Потому что с ним удобно договариваться, потому что с ним можно договариваться о поставках, о особом условии для Китая. С ним можно обсуждать инвестиции, с ним можно обсуждать преференции для китайских компаний в этом рынке. Китай с трудом сотрудничает с демократическими странами. Мы при этом не будем забывать, что Китай – крупнейший партнер экономически для 140 стран в мире. Это очень много. Но, тем не менее, в этих демократиях все, знаете, как-то нестабильно. Сегодня они поддерживают сотрудничество с Китаем. Потом вдруг каким-то парламентариям кажется, что договор не очень-то справедлив, его надо пересмотреть. Потом они начинают возмущаться, что Китай не выполняет каких-то обязательств, либо требует еще больше, либо нарушает законы. Вот все как-то очень сложно со странами, где есть парламент, где есть работающая демократия. А автократы очень договороспособны, очень приятны и работать с ними всегда комфортно. Поэтому пока у нас нет, ну вот насколько я припоминаю, старожилы не всегда припоминают, у нас нет кейса, когда Китай сказал, знаете, вот во главе этого государства преступный лидер, мы давайте-ка с ним прекратим общение. Пока такого не будет. Под устрашающей ультимативной риторикой Путина кроется смесь детско-юношеских комплексов и приобретенной беспомощности. Ну увольте, какой серьезный политик, даже где-нибудь в Тувалу, готов воспринимать Россию как мировой центр силы? Сила, значит, правда не в силе, а как-то или сила не, да. Попытки Путина лепить новый порядок из подручного материала и палок напоминают гнилой базар, выражаясь на понятном зет-петуху сленге. Все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и соединяем, что это все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Ну кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Современная падающая с колен Россия, по всем индикаторам страна средняя, по уровню ВВП на девятом месте и соседствует с Ираном. По численности населения она уступает Бангладеш, а вот из-за пока раздутых размеров в индексе плотности населения она на 231 месте. Да, это большая пустошь, которая еще и суицидно сжигает свой скудный демографический ресурс в войне. Групповое самоубийство. 23 года КГБшный дед имел для рывка и решения российских проблем, но ничего разрулить не смог. И теперь вдруг резко озаботился, что дальше жить так нельзя. Это все Запад, почитай, четверть века грабил Россию, а не путинские олигархи. Россия в эти вопросы не вмешивается. Хроническая лицемерие и безграничная ложь диктатора, апологеты террора и экспорта насилия, путинское валдайское кряканье окрестили духом нового Чегевары. Однако кубинский бунтарь не справлял нужду в чемодан, а бросался в пучину боев со своими солдатами. Тогда как трясущийся от страха бункерный Путин опасается кончить, как террорист Косем Сулеймани. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказали, да, мы убили. Чуть такое вообще. Мы где живем? Что же пытаются скормить глубинному народу Путин и его спичрайтеры? Ненависть к Западу – это смысловой фундамент существования кремлевского существа. В борьбе с врагом правил не существуют, а договоренности ничего не стоят. Действует лишь закон джунглей. Задача Москвы – глобализировать максимум кризисов. Утопить в них весь мир. Все потому, что Путин не хочет говорить на равных. Он хочет диктовать условия. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Девиз самопального властелина с космическим опломбом. Озвученные Путиным тезисы про отмену культуры РФ, второй сорт, суверенное право россиян на самобытную диктатуру, примат традиционных ценностей, экономическую авторкию, систематизированный катехезис ненависти ко всему миру. Уверенность в своей непогрешимости – это очень опасное состояние. От нее один шаг до желания самих непогрешимых просто уничтожить тех, кто им не нравится. Идеал сопротивления здравому смыслу – Северная Корея. Просто эталон самобытности и альтернативная модель. Влажная мечта мачо на восьмом десятке. Цель мелкотравчатого вожденка – сидеть в кресле президента еще 10 лет. Именно потому он долдонит про самое тяжелое десятилетие для мира со времен Второй мировой. Всем сидеть на пуперовне и не крякать. Будет так, как мы скажем. Произведя в России конституционный переворот в 2020 году, Путин еще умудряется искать черных кошек где угодно, только не у себя. Не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации. Если вопросы будут, я готов еще раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Конечно, массив высказанных отцом кровавой бойни в Украине, чудовищных измышлений и фейков требует детального разбора. Но как промежуточный вывод хочется указать, что Китай идет на сближение с США, дабы закрыть путинский кейс. Нестабильный дегенерат не интересен Пекину. Нужно совместно обезвреживать террориста и навести порядок в Северной Евразии. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Вот на этом бы и хотел закончить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова